Сибирский хаски, немецкий док, длинношерстные таксы, аляскинский маламут, лабрадоры, лайки и овчарки. Это не выставка, это собачьи бега. Осенний драйв в борьбе за кубок радужного. В них приняли участие собаки разных пород, даже тех, которые не считаются ездовыми. На одном старте участники опытные и начинающие матерые погонщики, их здесь называют каюры, говорят, что стать рулевым для собак может любой, так же, как и в упряжке могут бежать питомцы независимо от породы. Главное – желание. Любая порода собак бежит, но в первую очередь бегаем для здоровья людей, для здоровья собак, для удовольствия своего и собак. Участвовать можно было в нескольких видах программы. Бежать рядом с собакой, ехать на велосипеде, самокате или картинге, который привязан к четвероногому другу. Собаки мелких пород бегали на короткие дистанции до 200 метров, крупные виды на более длинные – до 3,5 тысяч. Для массивных маломутов и дистанция вроде небольшая. Они легко преодолевают и десяток километров. Вот только двигаются медленно, поэтому и результат неважный. Немецкие доги изначально выведены для охоты на крупных животных, но сегодня эти величественные псы – знатные домоседы или жебоки. Но, как и любые собаки, на прогулке любят двигаться и тратить накопившуюся энергию. Поэтому Анастасия Донник упорно тренирует и приводит своих двух четвероногих спортсменов на каждый Драйланд. У меня гигантомания. Яхаски для меня маленькая собака. Я всегда любила больших собак. Это необъяснимо. У каждого человека есть своя любимая порода. Каждый собачник свою собаку любит до безумия. Она была самая лучшая для него. Каюров за успешные бега наградили медалями, кубками и полезными призами. Судьи выделили и самого молодого четвероногого спортсмена – сибирские хаски по кличке Дева. Самый возрастной участник – 9-летний долматинец Марк. Года не помешали пятнистому псу успешно пройти гонку с хозяином Кириллом на трехколесном баламуте. Это специальная коляска для езды. Я просто говорил вперед и поворачивал рулем. Но она вперед понимала так, что прям вперед ехать. И он не мог завернуть. И вот. Ну, все-таки мы эту ошибку исправили, развернули его и поехали дальше. Ну, и все-таки до финиша доехали. Самые привычные к забегам – хаски. Тащить нарт у них в крови. 12 собак, опытных и не очень, запрягли в одну упряжку. Матерые псы направляют молодых. Стояла первая пара, которая только начала бегать. То есть, вот, как бы, ну, конечно, для него это очень сложная трасса. То есть, тут вот эти все повороты, которые были. Потом вот это поле, которое мы вокруг озера бежали. То есть, ему сложно. На самом деле, стоит у меня, если какие-то более такие серьезные маршруты, у меня стоит другая пара собак. Взрослые и дети выступали в разных номинациях. Среди уссурийцев обладателями золота стали Лев Панков и его лабрадор Владимир Баев с сибирской хаски. Никита Гапоненко одержал победу в двух номинациях. Со шнауцером Гордеем и австралийской овчаркой. Среди взрослых удача улыбнулась уссурицу Сергею Попову. Мужчина и его любимец заняли первое место в дисциплине «Бег с собакой на полтора километра».